Что дает жизни приключения? Что считать приключениями? Даем определение приключению. Давайте, Лёша, твоя версия. Громко так. Ну, когда часто встречаются моменты, которые как-то ярко эмоционально воспринимаются, дают возможность как-то... Адреналин, драйв. Ещё ваши версии. Приключения это. Это что-то интересно. Это что-то интересно, захватывающее. Дальше. Приключения это. Это. То есть, это всегда впечатление незабываемое. Это эмоции здесь. Да. Да. Яркие эмоции, яркая жизнь. Естественно, воплость такая. Да. Да. И поэтому она этим и памятна. Не стандарт, неожиданная. Это из ряда выходящие, из ряда событий. Неожиданная, а пришедшие из окружающих. Приключения порождают что? Драйв, страсть, энергию, взрыв эмоций, яркую жизнь. Это приключения, да? Так есть ли такого класса жизни, то что? Что она как следствие, что даёт? Какое качество жизни? Яркость она даёт жизни, да? Но человек при этом уже подразумевается наполненный, прокаченный энергетически. Потому что через него же всё время, представьте, вы качаете, всё время у вас адреналин прокачивается, не застаивается. Вот. Поэтому какой мы вывод делаем? Что если мы хотим успешной жизни, счастливой жизни, нам нужно научиться создавать приключения. Да? Задумывались про это? Вот почему мы строим, плетём нить этих событий? Единственное, что у нас было гарантированно, запланировано, это экспедиция. И то без каких-то мельчайших подробностей, потому что могло меняться. В соответствии, мы туда приехали на место силы, что оно нам даёт? Пространство. Что даёт? Возможность. Какие действия? Если там оно было бы ограниченное, например, эти действия возможны, а эти нет. Ну, так как место было такое, то то, что мы делали, было возможно именно вот таким. А всё остальное мы плетём сами дальше, исходя из возможностей, людей, этих событий, в которых мы собираемся. И вчера же, когда сказали про озеро, это же не было запланировано, это приключение. Ну, то есть оно же реально. То есть можно не пойти в него, как бы, ну и что-то упустить опять, какой-то шанс. А можно пойти и ещё получить. И тогда, каждодневные путешествия в такой мир дают возможность человеку новых, получения новых знаний, новых открытий, новых свершений, новых достижений. Ну, представьте, кто-то сказал Алла, Алла сказала. «Теперь, после того, как я прошла по углям, я точно знаю, что я ничего не боюсь. Это же какая победа? Но если бы этого опыта не было, огромная часть жизни была бы закрыта границей недостижимого». И сегодня наша тема «Создай себе приключение». Ну, будем учиться жить в приключениях. Сегодня, думаете, почему я в 6 утра спать ложилась? Потому что вот создавала технологию, как через приключения получить новое качество жизни человеку. Ну, если есть такая, надо сказать, как бы человек, эмоции, как бы, да, они развивают его восприятие. То есть как вот создать его восприятие, не испытывая эмоции? То есть чем больше человек испытывает эмоции, чем они глубже, то могут быть отрицательные эмоции, положительные эмоции. И чем они ярче, чем они красочнее, тем больше развивается его восприятие вообще мира. И чем более оно развито, соответственно, он может своим развито восприятием как бы познавать любую ситуацию. То есть если он внутренне эмоционально развитый, везде куда бы он взглянул, ему все становится ясно и понятно. Да, совершенно верно. Да, то есть, и, да, очень многие люди, в принципе, платят именно за эмоции, за новые ощущения, потому что они в жизни не могут получить. Поэтому они платят большие деньги, чтобы попасть куда-то и вот что-то открыть. То есть совершенно это осознанно. Поэтому приключения ведут однозначно к успеху, а застой ведет к неудачам. То есть здесь вот такое правило. И если мы хотим в своей жизни успеха, нам надо научиться делать свою жизнь приключением. Приключения создают, в отличие от того, как сказала Вера, что они случаются. Два подхода. Можно относиться к этому, что они случаются, а можно относиться к этому, что я их сама создаю, как свой сценарий захватывающей жизни. Потому что это всегда творческий акт. Это мы работаем, вчера мы работали создателями реальности. Каждый был из разного мира. И то же самое. Мы же делали некое приключение вчера. Ну, их много, конечно, вчера было. И вот так же на любое событие в жизни, что мы создаем какое-то событие с приключением. И тогда мы творцы, потому что мы сотворяем некое действие, некий сценарий. И другой вариант рассмотрим. Значит, сейчас мы рассматривали плоскость. Одна крайность – это успех. Можно создавать приключение, которое делает нас счастливыми. Более обладающими новыми знаниями, новыми открытиями. Другая грань – приключение. Через приключение можно решать любой вопрос легко. Но у всех есть какой-то вопрос в жизни, который мы хотим, чтобы он быстро решился, менее затратно. У кого сейчас есть просветление? Что, оказывается, можно решать это через приключение. Да, то есть очень здорово, что когда вот такой подход, все загадайте сейчас свой вопрос, который вам нужно решить. в которой нужны ресурсы. Внутренние – это качество знания, возможности ваши, время, внешние – это, может, финансы, люди, информация, знания для решения вопроса. Поставьте такой вопрос. И из этого вопроса нужно придумать приключение, захватывающее вас, что вы отправляетесь в некое путешествие, в котором этот вопрос легко решается. И из этого путешествия легко выходим из кризиса, обновленным, сильным, успешным. И самое главное, этот вопрос решится легко. За час можно это решить. В принципе, с каждым человеком. Вам нравится такая технология? Вот, я же сказала. Переупакуем проблему в захватывающее приключение, которое приводит к успеху. То есть финал – хэппи-энд. Ну, давайте по шагам делать. Например, какой вопрос решим? Желающий. Кто будет отрабатывать карму? Кто будет сейчас смеяться, посмеяться над кармой, создаст захватывающее приключение и выйдет на старт победителем? А что такое глобальное? Да. Например, в твоем понимании, что это такое? Ну, как бы для меня это глобальное. Ну, так скажи его, а то мы не понимаем. А я просто даже не знаю, что у меня. Муж, что у меня потом у меня стрим, потом у меня шорство, и потом у меня в результате я стою вот подбираю, на меня, на меня, и в троих окружающих, на меня. Нет, нет, это я не про то. Ты сейчас рассказываешь событийную линию. А какой вопрос ты в жизни сейчас решаешь? То есть, как бы, отрезай прошлое. Почему? Потому что оно всегда неконструктивное. Из прошлого мы мало что можем брать, только некий опыт, на который мы можем опираться. А нацеленным нам надо быть все равно на будущее и жить настоящим. Поэтому вот эта точка мы его отрабатываем, но как тебе сказать? Не этой задачи, не этой, которая сейчас. Вот то, что мы делаем сейчас, оно автоматически развязывает там. Вот так смотри на это. Потому что если, смотри, Вера, ну, условно, вот такая ситуация. Человек прошел по углям, преодолел в себе неведомую гору ограничений, страхов, сомнений, внутри включил трансформационные процессы, которые ничем другим бы он в жизни у себя не включил, а это уже связано с кармой. Что если у тебя внутри прошла болячка, это уже там бабушку условно не изнасиловали в каком-то поколении. Ну, условно говорю. То есть от этого сделала одно действие. Пожила в приключении, в событии, которое для тебя было захватывающим путешествием. Вот такого плана идет процесс. Поэтому нужна задача, которую вы решаете. И дальше мы учимся из нее, из этой текущей проблемы делать захватывающие путешествия и приключения. Одну задачу. У каждой каждой свою ставьте и будете на примере одного делать свое приключение и создавать. новые Новую работу? Кабинную, официальную, новую работу. Нормальную, нормальной буковлением. Ну, давай бери стул, иди сюда поближе и будешь придумывать свой сценарий. Громко теперь сформулирую для всех Проблему Кризис Наступил кризис Работа не устраивает Кем ты работаешь? По продажам Самая профессия Вы знаете, что 95% Зарабатываемых денег Осуществляется через продажи И как бы люди не относились К слову продавать Негативно Мы зарабатываем деньги На продажах Либо это товары Либо это услуги, знания Качества, возможности, полезности И ценности, которые каждый человек Может передать другому И получить за это деньги Вот через другое не зарабатывается А большинство людей Какой негатив со словом продавать Ой, я нет Я это не буду Ой, я нет Хотя сам продает что-нибудь Но все равно в жизни продает Только когда это негатив Или программа У кого с деньгами связано Ну, как сказать Или в семье Или в жизни Есть Ну, вот есть же такое Такая пословица Деньги – это грязь Что деньги зарабатываются А только Те, кто богатые Они все воры Они все это нечестным трудом заработали Деньги – это грязь И так далее Есть такое, да? Вот у кого-то в жизни Играет роль Что Что это так Ну, или пришло там Или там Откуда-то Не задумываются То есть я вот веду именно, что Если Правило номер один Из которого создавать приключения Если я хочу Работу с хорошим доходом Я должен стать хорошим продавцом Я должен любить продавать Я должен быть мастером продаж Я должен создавать покупателю Такую реальность Привлекать Но если Но товар должен быть честным Вот проблема в чем Что не деньги грязные И не продажи грязные А что люди за вкусненькое Выдают дерьмо Вот в чем проблема Ну вот в принципе В социуме Но если твой товар Соответствует этому вкусненькому Это чистая продажа Тогда К тебе будут идти Еще больше людей Потому что только у тебя это есть Только ты уникален вот этим И дальше тебе нужно просто стать мастером Продавцом Продажи это же тоже искусство Как преподнести Как создать вот это вот Ну вот девочки недвижимость У кого Вот Да 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 То есть Ты его когда это рассказываешь Ты же мечту человека ему создаешь Его будущее Он все время про это мечтал И ты ему рассказываешь Вот она твоя мечта Я хочу чтобы она у тебя была Давай поможем тебе Твою мечту сделать реальностью Но это же вкусненько Но есть Естественно Есть разные методы продаж Есть на боли От больного Что Что Если ты это не сделаешь У тебя будет еще больше проблем У тебя там То есть наоборот Человека загоняют Ну как бы Ну например Это Вот Я такое Не Не очень приемлю Способ продаж Как-то он Более Невкусный Скажем так Вот То есть Правило номер один Это Нужно Искать Это приключение Через продажи То что Будет тебе Наиболее Приемлемо А как ты будешь Деньги Подожди Мы о чем сейчас говорим О хорошем доходе Или о нищенском Ну естественно Да Как бы И тут уже Для тех Не пойдешь Так ты посмотри У тебя Сплошные Противоречия Ты и денег Хочешь И продавать Не хочешь Да Извините Здесь я тебе Ничем не помогу Это надо Внутри себя Понимать Точно Что Куда я иду Какой цели Или я еще Работаю Высокоплачиваю Но она требует Вот такого Такого пути И такого Или нет Тогда Сижу на Три тысячи В месяц У вас сколько Самые низкие Пять тысяч В городе Низкие А по низкоплачиваем Ой И мне рад Мне нравится Эта группа Они не знают Они такие Че нам Миллионеров Поэтому давай Создавай Приключения Свои Как ты будешь Искать Новую работу Ведом Внутри Проблема Видишь Она не знает Че хочет Да конечно Это же очевидно Это же очевидно Поднимите руки Кто продает В жизни Что-то Вот Как-то Раз Два Три У вас Какая А ты Бухгалтер Ну у тебя Предприятие Не продает Что-то Ну так А че А то ты Не в этом Как будто Не в этом Процессе В таможне В таможне Там Там не продажи Там Что Пошли Контроль Да Давайте делитесь опытом продажи. Вот у меня, я поделюсь с вами, у меня негатива никогда не было, но я это не умела, я это не фиксировала свою работу, что это связано с продажей. Потому что на слово продажа такой негатив в социуме, что ты стараешься это слово всегда заменять. А смысл, Наташа, а смысл, это уже получается не точно. Ты делаешь одно дело, а называешь это другим. Почему, Санкт-Петербург, я там не работаю, я проходила на рядности. На рядности, тут это пара. А, нет, ты другое говоришь. Вот ты сейчас говоришь про, как раз про то, что я говорю, ты создаешь привлекательную реальность. То есть ты создаешь... Не говори такое слово заставлять, за этим опять нечестность идет. Ты даешь вкусненькое то, что есть на самом деле. А когда мы заставляем, мы вот как раз тот вариант, который... Вот, и потом, когда я поняла, что... Когда я начала смотреть интернет, что 95% в мире заработка – это продажи, так это слово... О, это по-другому не называется. Обмены вот такие, они не называются по-другому. Если ты что-то отдал, но за это получил деньги – это продажи. И какой смысл это прикрывать другими словами. И тогда все сразу раз и встало на место. Вот. То есть, Лена, у тебя какой опыт, связанный с продажами? Да, вот точка зрения, что когда это есть, то все чисто. Мне это нравится. Это приносит радость и счастье, здоровье другим людям. И все на своем месте. А, так, у тебя предприятие, Леша. Подожди, мы сейчас не советуем. Я сейчас... То есть, группа товаров, допустим, если искать работу с продажей, то есть, группа товаров, которую ты продаешь, должна тебе нравиться. Да, 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 точно. Он продает машину, он фанатеет машину. Да, да, да. Он рассказывает, он этим горит. Во-первых, продажи хорошо идут. Это как раз поиск, это уже касается поиска предназначения. Вот это мое. Вот я без этого жить не могу, как без воздуха. Я это так люблю. И когда я это люблю, это мое. Это нравится всем, кто ко мне притягивается, приходит. Да, да, Леша, поняла. Да, конечно. Так а сколько... Вот смотри, я тебе скажу, для интереса. Вот в интернете, например, кто продает услуги, да, скайп-консультация по каким-то серьезным знаниям, вот ты профессионал в чем-то, да, а эти знания нужны тысячам людей. И вот скайп-консультация профессионала – это самые дорогооплачиваемые услуги. Ну они что люди, они же знания продают. Ты берешь человека за руку и даешь ему гарантированный результат. Ты его ускоряешь в том, что он сам без тебя не может сделать. И он тебе это оплачивает. Это самая высокооплачиваемая услуга. Брать не могу. Вот. Это связано с чем? Не зря мы, наверное, все-таки про продажи. Я не знаю, как мы сюда перешли. Каким боком нас сюда толкнуло. Почему так? Потому что это, опять же, 80% людей вот не могут. Да, это связано именно с тем, что продажи – это плохо. Что если ты помогаешь, должно быть бескорыстно. Понимаешь? Насчет бескорыстности. Помните, брать-давать мы в палатке разбирали. Если я миру отдаю свою десятину, 10%, 10% куда-то, не обязательно благотворительность, 10% слабым, еще, еще, еще. Если отдаю, моя совесть чиста, я выполняю свою миссию. За другое я беру деньги. Почему? А мне-то как-то тоже надо жить. И чтобы получить еще больше знаний, еще больше людям принести, мне нужны затраты на обучение, на поездки, на все-все-все. Понимаешь? Да. Что если мы выполняем законы, вот эти денежные законы, обмены, если мы не только… А так получается, ты только отдаешь. А когда только отдаешь, поток не будет денежного потока. Обменности не будет, значит, деньги не будут идти. Ну, то есть где-то будет остановка, где-то будет пробуксовка. Ну, опять же, смотри, то есть это, скажем так, тут тоже нету, конечно, каких-то рамок закона, вот берестойка, берестойка, потому что очень много людей. Там те, кто, например, принимает, они принимают и продуктами, и всем. Но это уже сам человек на этом пути для себя определят. Вот ему достаточно какое-то проживание от Вселенной. Вселенная дает вот такой доход, этого достаточно. Дальше он, естественно, может не брать. То есть регулирует человек сам, но регулировать надо. Отдал, получил, отдал, получил. Тогда обмен на сейс. Так, все поделились. Тогда, дальше. Исходя из этого, строй сценарий приключений своего. Поиска новой работы. Придумываю. Давайте, помогите. Что тебе приносит радость и удовольствие. Чем это такое? Интересно. Не знаю. Ну, тогда мы тебе ничем не поможем. Надо работать, надо копать, надо искать. Пока никуда не плывешь, мы как тебе какое-то дадим. Ну, давайте, придумайте, что в голову идет. Значит, просто напишем сказку, чтобы хоть человек хоть на что-то опирался. Давай, Лена, начинай. Жила-была Ира. И вот, что в голову идет, по нескольку предложений каждый описывает. Жила-была Ира. Жила-была Ирина. Приключение. Найти прекрасную новую работу. И она задумывалась. Все, стоп. Алла. Ох, как интересно. Да, нет, приключение же началось. Так. Все, стоп, стоп, стоп. Вера, я сказала стоп. А у него... Вера, а у него продолжай. Что в голову идет? Никогда мне вот так не делайте. Развиваем возможности. Переходим через не могу, не знаю и так далее. А у него что? Ну, как мы вчера говорили, что в голову шло из подсознания. То же самое сейчас. А вы пытаетесь что? Вы пытаетесь вот на Иру, которая ничего не знает, ничего не понимает. Это на действительность привязать. А сейчас идет другая работа. Фантазия. А у него в руке по воду. Да. А у нас собака. Такса. Ага. Отлично. Такса у нас что? Оплата за что-то? Такса. За проезд. Так. И какой счет там на это такси? А у собаки такси, щенки. Дальше Галя. А ему предложили поездку на островам. Купить недвижимость. На островам. Ага. А значит, я прошла поехать, а у меня как бы баксов не было. И он решил, а вот эту атаксочку продать. Кому-то подарить. Я душу подарила. А вот здесь я могу продать. Я продала. Там за... Ну, заточиваться. Так к Ире привяжи, пожалуйста. Ира-то продажами занималась такс. Потому что она может зарабатывать легко на чём? И купим мы с тобой лодку. Ну, справа, как называется. Яхту. На чём она может зарабатывать, говорю мысль. Подожди. Чтобы яхту заработала. На продаже щенков. Она не любит и собачек. Вот знаете, конечно, может быть... Она не знает, любит или нет, потому что она это не пробовала. Вот когда она купит этот комочек и вырастет его, и поймёт какое-то счастье, и когда там детки появятся, и их продавать, тогда всё выстроится. В общем, продала она этих такс. И денег у них хватило аж на яхту. Хорошие таксы. Дорогая яхта. Конечно. Лёша, мы с тобой считали, сколько у нас получилось. Нет-нет, это яхта. Яхта? Стоит. Доллар. Сколько? Нет, больше. Больше. Тысяч пятьсот. Кажется, короче, уже на твоих детей посчитали, я так поняла. Хватит, Галя. Ира. На Бали они уже живут. Яхта у них уже своя. Чем там Ира занимается? Дальше смотри. Не знаю, нет. Говори, что придумываешь. Где твои каналы сегодня? Включай. На солнце. Решаю это незадачно. Спасение галактики. Купить коттеджи. Вот. Ну а что, яхту купили, теперь надо хорошее жилье. Вот вы не поверите. Вот, смотрите, вы создаете проблемы, дутые с пальца. Вот есть пенсионеры, которые купили яхточку, но вот сама она не знаю уже сколько лет наездила, вот старенькая такая. У них нет своего жилья. Они купили эту яхточку и живут в ней. И ездят по морю, потому что это была мечта всех ей жизней. Ну как вот можно к таким быть легким к жизни? Как можно вот так легко исполнять свои мечты? Или из всего делать проблему? Вот конкретный пример, на кого вообще есть смысл равняться. И они такие счастливые. Вот кто утром слышал, как рассказывала, какая звать, Лена Комарова, она рассказывала про Таиланд, что там мужчина из Европы приехал, женился на тайке и был счастливый этой семьей, этой жизнью. А приехал из Лондона, казалось бы Европа, там вообще другой менталитет, другая жизнь. Приехал, женился на тайке и это была мечта его жизни, он такой счастливый. И у них так бизнес хорошо сейчас развивается. Насколько легко люди могут свою мечту, нету границ, нету препятствий никаких, люди идут и исполняют свои мечты. Или вот пенсионеры, вроде казалось уже, и возраст, и сил нет там. И жилье последнее продали, чтобы купить. Но главная мечта исполнилась. И вот в этом счастье, когда с такими счастливыми людьми рядом общаешься, и ты просто понимаешь, что жизнь она совсем другая. Не такая вот, как ее делают, нерешаемая, сложная там. И что там у нас? А, коттедж покупают. Потом продают и на яхте едут в кругосветку. Продают и едут в Россию. Разводят щенков еще больше. Начинают учиться на дизайнера. Это не столько много и сложных программ. Начинают учиться, потому что она ее столько захватывает, что она начинает также выставлять просто рекламу. Можно просто, да, выставила свои, некоторые свои, а то, что она уже сделала у себя в доме, так, в дизайнере, шапка, шапка, выставляют. Некоторые люди, которые мне очень понравились, мне очень понравились, но это показывают. Очень дорогие. Да. Хорошие заказы. Да. Не мелких, не много, а конкретных и больших. Сначала на кошках три. Ты живешь в своем доме мечты, в греху, в море, в себе, в человеком, занимаешься любым делом. Ого. Вот продавец. Вот это вот. А ты что продаешь, Наташа? У нас в этом не хватит. Ой, я бы кучила. Что-то хотела еще сказать. Ты его мечту, ты его мечту вот здесь вот реализуешь. Он об этом мечтал, он к этому шел. Ты только еще попади вот в какие-то ключевые, чтобы у него там срослось именно твое, вот то, что ты даешь. И у него. Да, и все. И тогда вот этот, и вот эта благодарность потом, которая от человека идет, это ничем не заменить уже. Все, ты понимаешь, да, ест. Это мое. Я не про деньги. Я про это удовольствие, когда благодарность идет от другого человека. Вот я вам хочу сказать, что Оля Тугужекова сказала, что в конце экспедиции, когда закончилась экспедиция, она сказала, что у ее брата сняли диагноз онкологии. А мы работали с ними всего один раз. И два раза проверяли, диагноз сняли. И вот такое чудо. Ну, то есть это говорит о чем? Что все возможно. Это знак, чтобы человек поверил в себя, дальше пошел и достиг еще большего. Чтобы не стоял на месте. Да? Да? Да, я поняла, что как бы вот незнание вот этого, как бы, это, а потому что это весна. Иградывает тебе, как границы себе станешь. Да? И стучишься от него. Да, и сам же потом, да, не можешь выйти. Вот скажите, то, что мы сейчас говорили. Леша, ты сказал что-нибудь? Добавил? Ну, закончи тогда. Можно я добавлю? Ну, сейчас. То есть неправильная точка опоры. Иногда человек строит какое-то свое мировоззрение на каких-то установках, которые изначально неправильны. И что, собственно, сверху на это настроено, соответственно, оно истинно. То есть надо не бояться пересматривать сами основы своего мировоззрения. Чаще-чаще это делаешь, тем более, как бы, как бы, как бы, более правильные вещи. Потому что ситуация меняется. Некоторые там в детстве какие-то закладывались вот эти идеи, эти неправильные идеи родителям, или кто закладывал неправильные основы. И люди строят сверху фундамент своего мировоззрения на том, что изначально было неправильно. И из-за этого все сверху уже кривое. Надо было периодически пересматривать основы своего мировоззрения. Или, мне кажется, какую-то надо сферу работы, не то, что связано с какой-то активной жизненной позицией, где надо действительно проявлять там креатив. Да, да, да. Пока нет все равно таких качеств. Нет, подожди, это постепенный путь, это в потенциале, да. А сейчас? Работа не связана с какой-то активностью, допустим, какие-то активные продажи, активный поиск каких-то идей. То есть, скорее всего, какая-то сфера услуг, возможно. Если продолжить вот эту фантазию с яхтой, с коттеджем, да, где их за границей, да, они могли бы, допустим, принимать туристов, да, катать их на яхте, да, она могла бы выздавать на мера, да, тут же они могли бы жить в этом коттедже, допустим, да, где-то на островах или где, да. Соответственно, сфера услуг, где налаженный бизнес, допустим, какой-то богатый человек бизнес организовал, а Ира встречает туристов, которые сами к ней приходят, и она им показывает вот здесь, вот здесь, как бы, да. То есть, это не связано с тем, что ей надо активно действовать. То есть, она просто обслуживает уже активный, сформированный потом клиентов. То есть, вот эта сфера, мне кажется, наиболее, в данной момент, то есть, активно. Но это можно переложить на что-то. На любое. Ну, то есть, ты даешь только путь, а наложить это можно на любое. Ну, ты как раз сейчас занимаешься неактивными продажами, как бы, ну, вот, смысл, я вот этим не занималась. Ну, надо, чтобы ты говорила, что-то более интересное для тебя. Да, да, да. Более интересное, чтобы тебе нравилось. Ну, поняла. Лена, давай заканчивай. Я хотела, чтобы он сказал. Вот это сказал, да? Я сказал, да. Чтобы она там организовывала туризм. Мы все на Багану. Нам на Багану. Как местная. Конечно, мы тебе это. Ну, скажите теперь, это было приключением, то, что мы говорили? Ну, пускай оно немножко торвано от жизни, но здесь же есть ключевые моменты, на которые можно опираться. Это можно назвать приключением? Можно? А почему ты это не придумываешь для себя? Ну, почему я задачу поставила? Ну, давай, придумывай. И ты сказала, я не знаю. Ты поняла, над чем надо работать? Ну, я бы сама бы, вот, как сказать, нет, я поняла, да, это себя я поняла. Над придумыванием, над творчеством, творческим актом создания приключений в своей жизни. Вы на свой вопрос, свое приключение создайте. Потому что мы будем еще эти приключения реализовывать, чтобы ваши вопросы решились. Не, ну, допустим, вот у меня, как бы, если я не слышу, чтобы были акмутазии, но я вот придумывала много, что. Ну, а оно, как бы, не работает. Ну, надо сделать, чтобы работало. Придумывай, чтобы работало. Надо не говорить, а делать, Ира. Все, на этой фразе я заканчиваю. Таким, она будет бесконечная, потому что внутри нет никаких решений. Значит, вывод какой? Подытоживаем. Первое. Успех – это приключение. Застой – это проблема. Чтобы наша жизнь была яркой, наполненной, нам нужно создавать приключения. То есть через драйв, страсть, эмоции, яркие события мы прокачиваемся. И тем самым поток все время идет, идет, идет. Формирователь идет, люди идут, контакты идут. У вас растут гонорары в разы. К вам приходят новые предложения. Леша, скажи, ну это же так, у тебя же так, новые предложения, новые контакты. Дальше. Если есть проблема, если есть проблема или нерешаемая проблема, мы создаем из нее захватывающее путешествие. И проживаем это путешествие. Но понятно, что под лежачий камень вода не течет. То есть еще плюс действие, значит, ну вот такое резюме. Если, а, значит, создали приключения и правило номер два, надо действовать. Не разговоры разговаривать, а действовать. Жизнь меняется только через действие. Если я хочу новую работу, я ее ищу. Все.